добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о чуде крови святого януария каждый год 19 сентября неаполь гуляет выходной день главный престольный праздник чудесный средневековый обычай в день памяти небесного покровителя не работать а ходить в церковь прикладываться к мощам и святыням главная святыня неаполя ковчег с честной кровью священномученика януария и сначала несколько слов о нем януарий епископ города бенивента почитаемый православной церковью древний святой память его празднуется 21 апреля был замучен язычниками римлянами в 305 году во время диоклетианова гонения при отсекновении головы ученики священномученика собрали и гостанки и истекшую кровь засохший сгусток крови поместили в хрустальный сосуд и вот на престольный праздник после праздничной службы этот сгусток разжижается почему местные считают это чудом знаменитым чудом святого януария знаком благорасположения святого скептики полагают это натуральным явлением вызванным скоплением народа и я приложился к мощевику с сосудом и видел жидкость вместо сгустка однако еще до меня у реликвии святого януария побывали паломники российские из воспоминаний которых я сделал небольшую антологию вот что писал в 1832 году путешественник дмитрий горяхвостов многое церкви достопримечательны здесь великолепием и древностью особенно кафедральные сия церковь сохраняет голову и кровь святого януария бывший гоэпископа бенивентского заступника неаполя обезглавленного в царствование императора диоклетиана в празднуемые дни сему святому сгущенная кровь его находящиеся в хрустальной стклянке подносимая голове разжижается в противном случае горе неаполю бедствие предвозвещается и жители поражаются ужасом православным гостям из россии было оказано особое уважение они могли встать около самого престола и таким образом видели совершенно вблизи все происходившие и это несмотря на местное поверье согласно которому и на славные христиане не должны присутствовать при чуде святого януария иногда пишет муравьев по несколько часов не закипает остывшая кровь фиалья и нередко изгоняют из церкви иноверцев как препятствующих совершению чуда священники в облачениях вынесли из резницы серебряное изваяние святого януария и поставив и го на престол облекли в драгоценную ризу и надели на него богатую митру потом старший из них подошел к алтарю с кристальным фиалом в руках внутри и го видна была запекшийся кровь он показывал сей фиал на все стороны как бы для некоего представления при свете свечи которую держал пред сосудом диакон чтобы никто не усомнился в том что точно в нем запеклась кровь тогда стал обращать в руках своих фиал при чтении молитв и вопли женщин до тех пор пока действительно закипела кровь неизвестно каким образом во все время свеча не отходила от фиала чтобы можно было постепенно видеть приложение крови и может быть теплота рук и огня содействовала ее кипению радостные вопли раздались в церкви и все устремились целовать фиал который с торжеством показывал священник народу и тем кончилась церемония на этом на сегодня все если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит храни вас бог а